Приветствую вас. Я думаю, что проблематику можно и нужно рассматривать в контексте ваших отношений и отношений к самой себе, потому что это ключевые моменты. Ну, во-первых, вы, очевидно, слишком сильно сконцентрированы на семье. Очевидно, да. 21 год вы рожаете ребенка, выходите замуж, вот, и, соответственно, это достаточно рано для вас. То есть это время и возраст в большей степени для самореализации, вот, но не для того, чтобы становиться родителем. То есть для родителя, в общем-то, этот возраст достаточно разный. И если можно сказать, что для женщины этот возраст еще более-менее приемлем, если можно так сказать, то, что для мужчины, я не знаю, сколько вашему мужу лет, но полагаю, что ненамного человек как-то вот вас старше. Для мужчины этот возраст критичен, да. То есть большинство мужчин в этом возрасте еще не нагулялись. Большинство мужчин в этом возрасте еще испытывают вот линии гормонов, что, в общем-то, нормально. И, в принципе, не готовы к такой вот серьезной семейной жизни, не готовы к ответственности. Это не делает их плохими, это не делает их какими-то ужасными. Нет, нет, это просто, ну, как бы, естественная такая история. Понятно, что относится это не ко всем мужчинам, и что мужчины, в общем, как все люди, бывают разными. И что есть мужчины, которые готовы в достаточно разном возрасте к семье. Ну, у этого всегда есть некая такая оборотная сторона, то есть у всего есть как бы обратная сторона. И не всегда человек к этой обратной стороне готов. Значит, первое, на что я хочу обратить ваше внимание, это, собственно, на то, что вы ориентированы на свою семью достаточно сильно. То есть вот вы ориентированы на создание семья, значит, вы достаточно слабо ориентируетесь на себя. Вот. Что это значит? Это значит, что вы не озабочены, вас не интересует в полной мере реализация своя. Вас не интересует свое собственное развитие в полном мере. Вот. Вы, значит, нуждаетесь в защищенности, вы нуждаетесь в том, чтобы за вас несут ответственность, да, и, соответственно, болезненно реагируете, когда оказываетесь перед необходимостью самостоятельно решать проблему. Ну, что на это указывает? Вот. Вы пишете, что появились проблемы в отношении холодок с мужем. Казалось бы, холодок, проблемы в отношении их нужных речах. Муж выбирает переписываться с другой девушкой и хорошо это или плохо мы сейчас говорить не будем. Вот. Важно немножечко другое. Что вы вместо того, чтобы разбираться в отношениях, вы вместо того, чтобы как-то стараться над ними работать над отношениями, вы вместо этого предпочитать развести. Вот. То есть от проблемы убежать. Вот. Ну и как бы то, что вас связывает, то, что вас притягивает друг к другу, остается. Это никуда он не уходит. Вот. Ну и проблемы в общем и целом остаются тоже. Поэтому нужно понимать. То есть проблемы никуда не деваются. И исходя из этого, ваши подозрения по поводу мужа, они в общем-то не беспочкны. В том плане, что раз проблема не решена, раз холодок, не сдуваемый холод в отношениях появился, значит он-то появится еще раз. Это очевидно. И в какой-то степени. Мой коллега, конечно, прав, говоря о том, что проблема здесь в вашем страхе быть брошенной, быть преданной и так далее. Это действительно больше про детство, да, это про детский опыт. Но с другой стороны, я думаю, что проблема здесь еще в том, что вы не готовы брать на себя ответственность за выстраивание отношений. И не нацелены вы в отношениях на, допустим, своего мужа в полной мере. Потому что его действия вы воспринимаете как личное оскорбление себя. А оскорбиться вы можете только, если вас это заденет. А задеть вас это может только в том случае, если вы в себе не уверены. То есть его действия в какой-то степени подтверждают ваши подозрения по поводу себя. Что вы недостойны, что вы хуже и так далее, и так далее, и так далее. Потому что, ну, женщина в купальнике и называние этой женщины ласковым словом, да, изменой ни в коем случае не является. Это уж развод, разводится из этого, ну, из-за этого, на мой взгляд, ну, несколько чрезмерные меры. Вот. Тем не менее вы это делаете. Я вас не, я вас не обвиню, я вас не осуждаю. Но я просто говорю о том, что, в общем-то, это очень похоже на такое, знаете, довольно спонтанное решение. Вот. Решение, кстати, к сожалению, далёкое от зрелости. То есть это незрелое решение. Вот. И здесь, очевидно, есть вот большой конфликт. Вы боитесь, вы требуете, вы волнуетесь. Почему? Потому что через тюрьму хотите положиться на человека. Потому что вы стремитесь к слиянию, ну, к психологическому слиянию на человека. Вот. А это не очень хорошо, потому как в таком случае теряется ценность и индивидуальность, целостность отдельно взятого человека. Плюс ко всему, вашему партнеру может быть из-за этого не совсем комфортно. Ваш партнер может из-за этого чувствовать себя в отношениях в какой-то степени одиноким. Потому как, если человек пытается слиться, то он растворяется в другом и себя проявляет достаточно мало. Вот. Ну и, в общем, такой человек довольно слабо ощущается. Вот. Такой человек довольно слабо чувствуется, значит, другим человеком в отношениях. И из-за этого могут быть, конечно, проблемы. Вот. Поэтому этот момент очень важно затронуть. Ну, а также можно, вероятно, говорить и о ревности. То есть это чувство собственничества по отношению к партнеру. Партнеру. Вот. Это сведение ценности человека к чему-то материальному. такому, что есть, ну, это вот именно сведение ценности человека к собственности. Вот. И, соответственно, это неуверенность в себе, это конкуренция определенная. Вот. И, на мой взгляд, это является одной из проблем. Отменных проблем. Значит, в... Ну, в отношениях. В... Ваших отношениях. Вот. Так всё. Так же. Важно понимать, что связывает вас с человеком. Я имею ввиду с вашим мужем. Вот. Важно понимать, что общего между вами и вашим мужем. Что... Что вас объединяет. Потому что... Если... 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 Объединяет вас... Достаточно мало... Что... Достаточно маленькие... Ну, малое количество... Эээ... Эээ... Моментов вас объединяет. То... Нет. Опять же, здесь ничего удивительного. В том, что он... Эээ... Я имею ввиду... Ваш муж. А он... Вот. Ээ... Хочет... Эээ... Ну... Ищет... Чего-то на... По стороне. Вот. Это неприятно. Неприятно. Ээ... Вот. Безусловно, это неприятно. Но... Ээ... Тем не менее... Тем не менее... Это... Реально. Кстати, если вас мало объединяет... Эээ... Вот. Ну, вот. Ну, мало вещей, если вас объединяет, то... Эээ... Человек будет что-то искать на стороне. Ну, вот. Потому что... Эээ... Недостаточно ему... Эээ... 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 Между вами... Эээ... 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 Ээээ... Эээ... 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 Ээээ... Ээээ... Эээ... 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 Ээээ... Эээээ... Потому что, если вы будете пытаться игнорировать, то, ну, ситуация не будет получаться. Вот. Это, это вот такой момент, который, но, который я хотел бы обратить ваше внимание. Вот. Значит, работа с уверенностью в себе вам необходима. Работа с обретением свой смысл жизни. Вот. Это всё очень важный момент, на который вам имеет смысл обратить своё внимание. Вот. Только так можно, вот, проблематику вашу потихонечку решить. Вот. Именно что потихонечку. То есть нужна психотерапия. Вот. Вот. Ну, а, как бы, на данный момент, вот, то, что я могу сказать, это вот то, что вы совершенно, ну, совершенно нормально, подозреваете своего мужа, потому что, ну, действительно, действительно, ситуация, она не решилась до сих пор. Вот. Несмотря на то, что вы вновь хотите быть вместе, то, что эта психотерапия на самом деле может повторять. И, чтобы она не повторилась, нужно работать вами и над своим поведением, и над отношениями с человеком. Если, если этого не делать, вот, то будет проблем. Вот. Ну, и вам нужно, вне всякого сомнения, ну, решить свои конфликты, вот, свои трудности, вот, которые у вас есть. И, значит, через решение данной проблематики, вот, уже обеспечить себе, вот, выстраивание таких вот более, ну, более, а, более качественных отношений, скажем так. Так. Вот. Это то, что я могу вам сказать. Сейчас, вот, опираюсь на ваш текст. Чтобы, чтобы ситуацию отпустить, которая, вот, произошла с вами, ее нужно принять. Чтобы ситуацию принять, нужно увидеть отсутствие связи между тем, что сделал ваш муж, и тем, и тем, как это связано с вами. Вот это, эти два момента, очень важно для себя увидеть. И, как только вы это увидите, то ситуация сразу пойдет на лад. Кроме того, то, что произошло стало возможным, в том числе, благодаря некоторым качествам вашего мужа, который вы, скорее всего, любите и принимаете. Но, несколько, оу, несколько, может быть, не ожидали. Несколько, может быть, не ожидали того, что, ээээээ, значит, человек, ээээ, так, их, вот, проявит, эти качества. Вот. Ну, это, по большому счету, это ничего не меняет. Там, ну, просто потому что, да, вы не ожидали, конечно, но, что есть, то есть. Подумайте, с чего вы хотите, ээээ, подумайте над тем, ээээ, что я сказал, вот, решите для себя, в какую сторону вы хотите двигаться. Ээээ, может быть, вам с мужем вместе имеет смысл по, ээээ, работать с психологом вдвоем. Вот. Может быть, вы, ээээ, хотите сперва одна. В общем, решать вам. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. И удачи! Спасибо! В общем! Продолжение следует...